здравствуйте друзья в одном из наших предыдущих выпусков а точнее в 79 выпуске нашей программы мы открыли новую рубрику название для которой пока еще не придумали но рабочее название дичь на дорогах эту рубрику название мы придумали с легкой руки одного из наших пользователей который предложил нам разобраться со схемой движения и со знаками со светофорами на пересечении новосибирской ростовской и назвал это посмотрите николай николаевич там устроили какую-то дичь и 10 творить на самом деле у нас таких перекрестков скопилось уже ну под десяток уже да где это из тех где мы только побывали где у нас схема движения противоречит правилам дорожного движения гостом а порой здравому смыслу и конечно не идет во благо безопасности дорожного движения и где нам не нужно внедрять какую-то супер современную с комплексную схему организации дорожного движения можно обойтись ну тем что есть просто они поставили нужные знаки те которые там есть поставить на нужное место и настроить правильно светофоры и разметку нарисовать правильно правильно и в два раза увеличится да да вот и можно вот и мы решили именно такие места рассматривать брать это делать это регулярно более-менее да тем более что отклик от читателей мы уже получаем 1 один из наших читателей сергей надо сказать еще до нового года он попросил нас разобраться с ситуацией на перекрестке шишкова беговая это в северном районе почти центр до до района за кулички и мы ему благодарны еще за то что он уже какую-то работу сам попытался проделать то есть он вел переписку до пытался одним путем пойти и понял что бесполезно вот теперь обратился вел переписку со властью даже получал какие-то ответы и вот сегодня мы решили посвятить нашу программу этому перекрестку я уверен что очень много наших зрителей его прекрасно знают а многие там и живут и наверное все эти проблемы о которых мы сейчас будем говорить если вы автомобилист вы с ними знакомы по идее и даже на как у сергей на сергей зовут правильно он все обратился я посмотрел правильным вопроса ставит прям на удивление ну что же у нас власть такая что вот обязательно только вот с боем нужно чего-то чтобы ты чё достигать нужно биться просто биться писать жаловаться почему нельзя нормально работать чему вообще нужно писать не вот самый главный вопрос они обязаны каждый год обследовать все очень дорожки всю вручную россии воронеж они сами даже чуть дело видеть здесь человек вскрывает нарывы показывает все равно бесполезно вот поэтому ваш оптимизм роман о том что сейчас вот таким способом мы через чужую зайдем покажем и завтра они все сделают я не сказал что сделаю но возможно я сказал что мы поздравляем подвигнут да я как старый пирлянт не верю бесполезно когда уже там все так забита не надо цементирована не верю но это не значит что мы ничего не будем делать но муж с вами не пойдем знаки сами выкапывать и новые стали по нему и разметку не пойдем мы будем продолжать по чуть-чуть но давить на габару на нервы чиновнику и так наш перекресток на этот раз шишкова беговая то стоп прежде чем мы перейдем шишкова я не мог не удержаться по пути в студию не остановиться на очередном ляпе это уже заявленный к скорому внедрению новый регулируемый пешеходный переход у московский проспект около памятника славы но вы знаете да уже стоечки стоят знаки стоят осталось подключиться ну действительно очень опасный пешеходный переход есть вопросы конечно к его там размещению есть уж вы его теперь регулируете ну сейчас не об этом ну вот такая фотография давайте посмотрим но это вот просто издевка мы видим столб который главное мы не видим знак пешеходный переход ну краешек видим и тот кто на опыте может понять что это знак пешеходный я понимаю что есть дублирующие на но ребят для того вам и говорят что должен быть виден не ток дублирующий а я основной но вот все сделают стол поставили пешеходный этот светофор залепить ну за этому нужно ну кто и кто это делает господа чиновники ну отреагируйте в конце концов до вредительства и это сейчас вот только что вновь построенной чего вы делаете так вернемся к нашему начнем издалека данный перекресток знаком не очень давно мало того что я живу в северном на дачу езжу каждое лето по этому перекрестку то есть принципе беда этого перекрестка знаю досконально поэтому говорю что сергей попал в точку всем в точку попал молодец и то что проделал работу по переписке сейчас мы ее проанализируем но баб был у меня в судебной практике один случай в 2012 году дтп на перекрестке и связано с теми же проблемами которые пишет наш читатель долго мы там судились бодались но просто я вот для ради интереса фотография это уже перекрестка 2012 год реальное измерение сейчас я сразу вам подскажу это вот в центре перекрестка исчезла вот это вот сооружение с канализациями там люками прочее ну какой-то а это напомните это беговая вот это беговая от москва это шишково перену пересекаем и шишково а вот здесь где-то это и подробно туда пошло и подробно и вот здесь появилась сейчас новая большая высотка там 20 этажная стрелочка синяя 2 вот все такие змеи уже даже дороже знать все на месте за 10 лет ни один знак не пострадал появились несколько новых вот здесь мы сейчас о них остановись но в целом перекресток на месте стал более свободным убрали бетонные плиты с центра ну и дальше что мы собственно я видим первое 100 подожди давай сначала про переписку фотографии подожду и так человек обратился по электронный прием что он хотел да он хотел это был еще 19 год он обратился с просьбой принять меры к регулированию движение ну кстати вот замечание к письму тоже есть господа ну вы поконкретнее пишите чуть-чуть вы хотите простым языком а то здесь также красиво написано муж у вас не понял ну я потом остановлюсь что он все понял правильно и они в них там нового отписчиков было ну на перекрестке беговая шишкова человек просит рассмотреть и разобраться и принять меры установить светофор заполнительными секциями для левых поворотов с тем чтобы обеспечить безопасный переход пешеходов через каждую за их прочесть частей то есть проблема в том что перейти главное как я понял за то письма перейти улицу шишкова беговую очень небезопасно поэтому вот разберитесь транспортом но чтобы и нам было где ходить установите пешеходные переходы светофоры вот об этом он попросил прошу поспособствовать улучшению дорожной обстановки на данном участке попросил сергей администрацию округа город воронеж пошла переписка через месяц ему отвечают начальник управления транспорта сергей латынин в рамках бюджетного финансирования мы работаем формирование муниципального муниципального задания для центра организации дорожного движения производится на основании приоритетных мер в целях повышения безопасности движения и сокращения мест концентрации дтп как да на девятнадцатый год задание уже доведено опоздать и следующий год вот поэтому в текущем году на данной перекрестке ничего мы делать не будем исполнителя 2 ярцев и трешин вот подпись даты так вот тут два 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 чиновника сидели выдумывали как бы послать человек куда подальше начальник подписал денег нет все все кончен новый день на этот год но сергей молодец наступает 2 холливого да да на этот раз он решил обратиться уже в управление дорожного хозяйства вернее может обратился тону и опять же просто в мэрию отписали на исполнение в управлении дорожного хозяйства на этот раз отвечает зам руководителя селеверстов так чё тут теперь это сентябрь 2000 года вообще свежа в 2020 20 то сказать 2000 но лети же много это ваше обращение по вопросу установки светофоров и устройство остановочных павильонов вот еще тема была там у него насвечено рассмотрено сообщаем светофорное регулирование настроено с ориентиром на недопущение заторовых явлений то есть можно подумать что их там нет при установке пешеходных светофоров появится необходимость перенастройки светофорных фаз а это может привести к пробкам поэтому межустрок я читаю лучше нет не трогать может привести человек просит помогите мне лучше не лезть чиновник ой чиновники так ну и дальше это про светофоры а вторая часть ответа по поводу павильонов у дома номер два дробь три по беговой не запланировано не запланировано на двадцатый год же опять да затем опус примерно вот на странице о том как титанически работает управление дорожного хозяйства по в рамках программы развития транспортной системы там вас не просил об этом сложишься условия ограниченные ресурсы бюджетные средства да не спрашивал вас про бюджетные средства закон о работе с письмами и заявлениям врачей граждан гласит ответ должен быть в срок и по существу обращения у нас не спрашивал как реализуется программа бюджетных средств дальше возможно реализация работ по устройству павильонов на беговой перспективном периоде будет при выделении необходимого бюджетного финансирования господин селиверстов подписал благополучно выдохнул и пошел заниматься другими вопросами но сергей человек настырный чувствует он не успокоился он повторно я вас судя по ответ я вижу что было повторное обращение ему отвечают повторно те же люди но подписал на этот раз уже руководитель управления олег лович котов и кстати абсолютно правильно уже вышестоящий чиновник отвечает в этом плане но ответ практически весь переписан под копирку ничего нового не добавлено хотя человек видно четно спрашивал опять недопущение заторовых явлений опасно туда прикасаться мы не знаем не умеем лучше не трогать это по светофорам я так чувствую затем по человеку рассказали про пункт 13 1 при повороте направо и налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам велосипедистам тебе и так уступят человек нам опасно переходить а ему говорят да вам уступят зачем-то столько чиновников нам нужно если у нас и так все уступят я вот не могу этого понять ладно и опять вот про остановки меня прям уже тут развеселила по-серьезному там же помощь денег нет а человек просит тут решили копнуть поглубже сообщаем что на этом участке где ты просишь павильон но машут соль а человек стоит под снегом ну есть маршрут должна быть остановка что тут колдовать ну максимум ладно денег у вас нет в этом месяце но все еще квартале сделать все какая может быть трехлетняя переписка по этому вопросу нет наши не сдаются оказывается в том месте где человек просит установить павильон хотя конкретно не говорит где вот 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 здесь вот ну на ваше усмотрение вы же профессионалы но оказывается там кабельная линия нашлась вон кабельная линия водовод и теплотрасса так поэтому их ремонт мало ли что случится и мы не можем в остановке павильон тут ставить мясо задать мысль подвинь туда туда вариантов но не тут просто нет и все нельзя а дальше феерично кроме того вам мало водовода устройство остановка павильона будет противоречить безопасность движения на выше указанном участке уличной сети так как вы из примыкания к улице беговой от дома 2 дроп 4 по улице беговой более создавать ограниченную видимость при выезде с указанного примыкания перевожу на русский выезд примыкания будет создавать ограниченную видимость при выезде из примыкания гениально олег лович приглашайте занять по русскому языку проведу занятия с вашими чиновниками кстати поглядел кто исполнители и тут снова успех ларичев а вы знакомые фамилии сразу сяку ну и там еще еще ларичев думаю не валерьевич ли о ну помнить фамилии вообще-то известный городе воронеже в двух ты весь месяц работать но он был там руководитель комитетовского ровд сначала а потом он ех на пенсии был он дорос у нас до начальника овд города воронеже а по выход на пенсию устроился на работу под него там но не под него но он уже был но короче мы начали работу в мупе в одном из мупов муниципальное предприятие потом по мусору чё-то вот он где-то 13-14 году поработал по мусору дальнейшую судьбу его еще не знаю но появление близкого родственника на аналогичные практически должности в мэрии меня нисколько не удивило характерная черта отличительная черта города воронежа прям вот такие у нас семейный дистанк династии в горе в мэрии туда как мне там страшно прокуратуре а чё нет а в судах то же самое а потом вот получается у нас вот такая переписка и после этого я чуча должен человеку сказать да вы на бездействие чиновник обратитесь в прокуратуру или в суд и не знаете как будет ответ я к сожалению знаю поэтому ты сейчас буду конечно рекомендовать а по сути то все у нас прискорбно когда вот такие отписки получаем вот так олег вами беда и вашему право я вас хвалил хвалил а сейчас мне просто упал в осадок от таких от отписок безграмотно ты давать может человек требует не то давайте смотреть теперь лишь побыстрее пойду а то что то разговорился вот как раз то место где сергей ведет речь необходимый стоит павильон вы видите это улица беговая по направлению в к московскому проспекту на встрече полосе там это по встречам ходу есть павильончик стоит вот она куда бедно есть там правда у нас не удосужились знак даже поставить что это место остановки но сейчас уж о таких вещах неудобно говорить да но но почему с одной стороны есть другой нет труба у вас там какая-то идет перенесите в другое место подвинить а на это остановка не пришей к одному месту чё она там сделает то есть в комплексе то можно рассмотреть а не просто посылать как говорится так посылать чтобы больше близко не приставал конечно вопрос решаем вы лица не стоит это вопрос но они-то там не ездят они под открытым небом не стоят так сам перекресток беговая шишкова это вот просто кадр такой знаете классическая ситуация на данном перекрестке вот просто раз и все стало там действительно безобразная организация движения цикл неправильный сразу видно поэтому сначала зеленый включается все это в центр перекрестка собрались это у нас и стоят это вот маршрутка едет от московского проспекта по беговой на пересечении с шишкова вот такой вот так дальше смотрите вот по сравнению с двенадцатым годом за 9 лет появились вот три таких новых значка у нас направление движения по полосам еще раз прокомментируем это у нас что за улица это улица у нас шишкова по направлению от 45 стрелковой направлении всех наших новомодных жилых северный ну классе в северный до вместо очень напряженная загруженная пробка опасная поэтому несколько лет назад увидел даже не могу сказать когда появилась вот эта серия знаков направление движения по полосам значит первым мы видим что вообще запад появляется с правой стороны у нас еще о том что появится новая полоса нас предупреждают потом справа из полосы только направо мы уходим на ипподромную да 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 вот я выделена полоса средний прямо а крайне левая налево и и прямо она левому поворачиваем на беговую на беговую но проехав этот поворот следующий еще знак у нас же его тут и не поймут особо не про или между этими знаками там по 30 метров расстояние вот про дальше уже левая только только прямо да то есть сначала в этот ряд становится те кому налево и кому прямо а потом дальше говорят теперь только где-то при а какие там варианты еще есть куда можно еще там уйти налево для никуда там нельзя уйти но проблема-то в чем загорается зеленый сигнал светофора горит он там долго но реально реально две полосы 2 хоть они тут по нарисовали рядом две полосы и вот в левый ряд становится и те кому налево и те кому прямо и можно и налево ехать крайне лево полосы прямо можно ехать в какой очередности в этом соберетесь никто не знает но чаще бывает знаете так по закону бутерброда первых стоит тот кому налево и он пропускает встречный поток это порядка там 40 секунд все стоят курят а затем кто вторым третьем в очереди стоят те кому надо прямо прямо до результате терпения них через 10 секунд заканчивается они начинают пытаться вылезти из этого ряда в крайне правой останавливать тем самым и движение по этому ряду когда останавливает когда не основная когда пропустят тебя когда не пропустят то есть эта ситуация на данном перекрестке на ежи циклично ежеминутно фактически вот такая вот напряженная траги а траги а траги тех кто идет налево довольно таки большой довольно и большую сторону памятника словно что вопрос поставлен читателем заявителем был здесь очень правильно на на пример я вижу там конечно специальная полоса возможно ее надо выделять если взять основу тених нет то можно не больше языком не трепать но здесь вот еще раз повторяю это вот хорошо я с другой стороны проезжей части фотографирую реально этих знаков их не видно они утоплены вглубь вглубь газона если вот посмотреть четко по проекции по оси проезжей части нашего направления движения то вот относительно светофора они метра на три туда в кустах и ко мне видно это раз да даже если бы было видно ну разберитесь ради бога на как вы на 30 метров меняете эти полосы ну знаки знаки на меру сэта по заеду налево от перед ток прямо ну и так же на 30 метров разобраться ну в конец концов уж тогда разметку сделать есть это разметка 17 найти траектория прокладывать траекторию движение по перекрестку как это сделали в свою очередь на памятнике славы да то есть эти знаки никого реально устроив там не говорится ли и ваше предложение здесь сделать левостороннюю секцию по предложение еще дойду хорошо теперь касательно просьбы об установке пешеходных светофоров чё тут отвечать и тужится сидеть целыми отделами как бы послать человек куда подальше государственный стандарт однозначно перекресток регулируемый регулируем все . на всех пешеходных переходов должны стоять пешеходных светофоров . не надо отписываться а нужно исполнять а не исполняете кто там гаечники приехали протокольчик тысяч на 30 сделали завтра все появится я уверяю но если бы они в одной не решали вместе вопросы вот на данном перекрестке правильное вот это это правильное размещение показал у нас есть только через улицу шишкова в одном месте указ напротив этого дома так он там два дробь 3 спешенные светофоры стоят причем стоят они как я еще раз говорил с двенадцатого года вот за 10 лет не нашли бюджета еще на 6 это отсюда мы поворачиваем от памятника славы направо и здесь есть светофора нет это с ипподромный право а с ипподром с улица ипподром памятник славы в ту сторону так а вот реальная ситуация по беговой где без светофоров это вот выезжаем опять же мы от московского проспекта правый поворот к 45 стрелковый вот картиночка но я вам скажу ну как тут ориентироваться до разметка то есть и знаки есть и водитель их видит но вот сейчас горит красный побеговой я пошел тут этот с разворота летит ну страшно действительно и если уж гост вам предписывает нас ставить пешеходные светофоры обязывает как они должны стоять я хорошо там три месяца вы отписались денег нет на следующий год запланируйте если уже два года ничего не делается то это не не в бюджетном планировании проблемы а в нежелании работать я вот так бы сказал и вот с тех времен когда я участвовал в суде на процессе по дтп на данном перекрестке вот откопал меня сохранилась схема по фазного разъезда на данном перекрестке ну издали не знаю я вам на словах объясню датирован еще точно запрашивали такую информацию вот последний раз изменения были внесены от в декабре 2009 года а теперь уж 13 но сейчас немножко по-другому но суть осталась прежняя смотрите как работает светофорная регулирована данном перекрестке так первая фаза шишкова собой в направлении горит зеленый сигнал светофор все ей вот шишкова едем беговая вот она а это и подробная стоит все кто с правой полосы поворачивают направо спокойно вот вот это вот прямо едут прямо встречный поток тоже да могут поворачивать направо до встречный поток а мы здесь пунктируем обозначена но это на просачивание что мы должен пропустить встречный пану поворачивать это первая фаза потом поток который идет из северного и подъезжает к пересечению с беговой от отсекается загорает скорости но а по во встречном направлении от 45 еще вот тут рану раньше 20 секунд сейчас я скажу сколько час зеленый продолжает гореть таким образом вот дает возможность закончить проехать налево большему количеству людей вот но опять же беда вот здесь в такой схеме в чем что если вот встречный пошел я не проехал я стою жду а за мной стоят те кому бы надо прямо ехать они постоят ну и третья фаза это поехала и подробная и навстречу беговая вот такая неказистая схема пофазного разъезда почему она такая я скажу потому что в те годы аппаратура она не позволяла больше трех вас делать ну такие контроллер были наш вот он три фаза держала все у нас на всех перекрестках больше трех вас мы не могли делать до появления суда а сейчас с появлением умных и умнее умных светофоров но здесь можно контроллер поставить такой что он сделает вам просто изюминку из этого перекрестка но пока по-прежнему как вот я убедился по-прежнему у нас три фазы единственное изменение большие внесены по фазного здесь следующие время цикла раньше было 94 секунды полная оборачиваемость с момента загорел зеленый и когда я в следующий раз загорелся зеленый 94 секунды сейчас 114 добавить 20 секунд зеленого и вот очень интересно это распределили значит по шишкова от 45 сортовой дивизии мы об этом уже много раз говорили сейчас зеленый горит 70 секунд но было 58 10 секунд добавили еще зеленого поток то растет понятно почему 10 нас во встречном направлении было 40 стал 54 горит зеленый а по ипподромной и было 20 сейчас 20 таким образом кто сейчас выезжает с ипподромной там очень напряженно почему они вынуждены постоянно уже ну их вынуждает нарушать любители есть проскакивать по встречке там одна полоса хвост большой пока все стоят а встречных нету то я же крутой раз на встречку пролетел хорошо успел хорошо пешеход нигде не выскочил хорошо навстречу никто не поехал то есть нет такой критической ситуации ну выиграл ты там какое-то время но сам факт что менять то действительно цикл надо на и подробно и там уже чуть не половину этого парка по застролю там такие стоят 20 с лишним этажной высотки там тысячи людей живут автомобили появились новые тоже тысячи а им как и 15 лет назад дают 20 секунд нельзя так насчет выделенной полосы я конечно с большой долей вероятности могу сказать что она там нужно не полосы а секс специализированные полосы просто тоже специально полоса для левого поворота да но одновременно но как специализирован то есть это крайне левой станет и ей же то есть там новый полц не нарисуешь принарисуешь крайне лево но сделать специализированы чтобы там стоять только те кто ведь налево а средние те кто едет прямо единственное что для окончательного утверждения надо все-таки произвести замеры интенсивности движения но на глаз лет он постоял я вижу там конечно с лихвой если более 120 автомобилей в час налево поворачивать делайте полос хуже не будет потому что таким образом может быть надо не догрузим полосу может какое-то время она будет пустая казалось бы но мы исключаем эти перестроения на перекрестке который приводит дтп постоянно раз над нему прямо ехать не мешает более 100 раз те автомобили в час до час именно штук штук мне кажется немного поделить получает чё там две две машины в минуту ну поэтому варю скорее всего там привык мы превысим норматив поэтому вполне можно это делать выделенную полосу для левого поворота а сейчас из-за чего напряженность то большая вот эти восемь секунд дают ну может за пять минут разобраться в чем узкое место этого перекрестка сейчас я не про пешеходов пешеходы там это вообще болевая точка и как с ней бороться мы уже говорили в первую очередь это пешеходные светофоры поставьте а вот выделять ли чистую фазу пешеходов сейчас контроллер который по 6 фаз делают может быть это и можно сделать вполне там времени нужно немного через и подробную она шириной там 7 метров там дал 12 секунд но зато никто пешком не мешает они пройдут где-то побольше но это надо решать на этом сидят чем делают не вот эти отписки написать я выходить на перекрестка считать не умеете меня позовите я подскажу как это делать зеленый горит долго и вот представить ситуацию она повторяется каждый цикл но практически каждый цикл с и подробный кто-то едет налево к 45 а сбеговой всегда стоит кто-то кому надо налево в сторону северного и вот они вдвоем раз и в центр перекрестков летели и тебе хоть 80 секунд хоть полторы минуты до зеленый вот они стали всю разведите их по времени вот здесь дополнительные секции красы нужны это можно поставить сначала чисто выпустить там 15 секунд но чтобы никто не мешал и он едет никому мешать больше не будет перекрестка освободиться а здесь просто нагнетают цикл большой а проект все он невозможен он что 20 секунд стоял посреди перекрестка возьмем шишкова по направлению от северного там не так это выражено но все равно вот они стоят в две полосы две полосы две полосы едут основная масса там едет людей конечно прямо к 45 стрелковой но если в один цикл находится машина которому надо налево и подробно все полоса вырублена полностью и поэтому хоть и там 60 секунд добавляя зеленого пропускная способность перекрестка не растет поэтому болевые точки я все эти обозначил то есть правосторонний левосторонние повороты специализированы полос надо делать во всех направлениях я бы не не утверждал потому что нужно сначала все-таки измерить интенсивность движения и вот если она превышает по крайней мере в направлении поворота левого на холизунова на беговую она на про это прям да невооруженным глазом видно да вот здесь я так не скажу но если примерно сейчас вы смотрите по на столе что там очень много домов я не считал но если там порядка 200 машин будет проходить ты попала уж поделить и тогда и да с одной полосы я тоже понимаю что в веселье микрорайон там не выйдет вот эти вот мало как это называется олимпийские все прочее ну по одной полосе не выйдут ну никак но тут я уже я уже бессилен не идею дать могу но здесь уже просто светофор не выручает здесь ну там есть еще разделительный может быть за счет развязка сформировал но из того что там еще вот напрашивается знаете хорошая эффективная мера это отнесенный правый поворот у нас во многих местах реализован ну допустим минская остужево за этим завиадуком там сейчас сделали туда к метру я на светофоре вообще не стою сразу раз вправо уехал никому не мешаю здесь место тоже для этого есть и там даже как намек был я так помню что-то потом киоск поставили еще что-то вот тут тоже правая рука не знает что делать левая есть есть реальные условия для того чтобы и пропускную способность это перекрестка повысить и безопасность пешеходов повысить есть однозначно но нужно нужно что-то делать а не просто писать что у нас денег нет отстаньте от нас все господа а единица вот чего хотел добавить мне кажется таким темпом мы только хуже сделаем предлагаю эту рубрику освещать не чаще чем раз в месяц чтобы была возможность подумать у тех от кого это зависит возможно даже выразить свое несогласие и предложение или сказать что вообще-то там дурак ничего не понимаешь я тоже буду рад это услышать а шо век живи век учись ну пока так а то мы так сейчас зачастим каждую неделю мили мили и мили это можно проходить нет давайте мы можем держать руку на пульсе и ждать хотя бы какой-то реакции по уже озвученным проблемам на наших перекрестках спасибо до свидания до свидания